По всей России люди чтят память 14 подводников, которые погибли в результате аварии на габлоководном аппарате в Баренцевом море. Одними из первых на трагедию откликнулись в Севастополе, где практически каждая семья так или иначе связана с морем, и где хорошо знают, что такое ждать на берегу родных и друзей из похода. В память о тех, кто не вернулся, жители несли цветы и лампады к стеле Мурманска на аллее городов-героев. В минуте молчания головы склонили как ветераны, так и курсанты Нахимовского военно-морского училища, многим из которых предстоит служить на Северном флоте. В Североморске, где сейчас находится аварийный аппарат, идет расследование трагедии. Следить за его ходом на месте будет глава Минобороны Сергей Шойгу. Накануне вечером он лично доложил президенту о том, что случилось. Экипаж высокопрофессиональный. В ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продукционного горения погибли 14 моряков-подводников. Сергей Кириллович, это не обычное судно, мы сами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семей капитана 1-го ранга, двое героев России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы пока оказать им помощь и поддержку. Винобороны также опровергли появившуюся информацию о том, что Россия уведомляла Норвегию о внештатной ситуации на нашем исследовательском судне.